Наш медиахолдинг всегда старается помогать гражданам в защите их законных интересов и откликаться на просьбы о помощи. На этот раз к нам обратились жители Затверечья. Они обеспокоены состоянием детской площадки на Затверецком бульваре. Гулять на ней опасно. Неисправные элементы, да еще и куча мусора повсюду. Ситуация, увы, не редкая. Кто обязан поддерживать состояние таких игровых комплексов в надлежащем виде, выяснила Ирина Синягина. Сидеть дома летом никому не хочется, особенно детям. Вместе со своими родителями на прогулку ежедневно отправляются и самые маленькие тверечане. Раньше жители Затверечья часто гуляли на детской площадке на Затверецком бульваре. Но сейчас здесь не слышно детского смеха. И встретить хоть одного ребенка тут большая редкость. Везде мусор. Некоторые элементы площадки не соответствуют требованиям безопасности. К примеру, чтобы прокатиться с горки, ребенку как акробату необходимо пройти по одной тоненькой досочке. Тут, да, бардак, бардак. Никто не смотрит. Поэтому тут надо, наверное, вопрос задать. В администрации города нам рассказали, что площадка на Затверецком бульваре стоит на муниципальной земле. Соответственно, ее ремонтом и содержанием должна заниматься районная администрация, то есть Заволжская. Справедливости ради отметим, что после нашего обращения специалист без промедления выехал на место, чтобы осмотреть детскую игровую зону. Однако местные опасаются, что горку теперь могут и вовсе демонтировать. Ведь уже неоднократно были случаи, когда поврежденные конструкции не ремонтировали, а утилизировали. Еще год назад здесь были качели с, в общем-то, незначительными дефектами, которые не стали ремонтировать, а просто убрали. Потом в негодность пришла детская машинка. Ее также утилизировали. Мне кажется, это не очень рациональный подход. В условиях недостаточного финансирования, когда нет возможности поставить на ее месте новый объект, наверное, рационально было бы рассмотреть вопрос ремонта таких площадок. Да, он иногда требует какого-то оборудования, сварочного оборудования, замены элементов каких-то требует. Но, наверное, это был бы более приемлемый вариант, чем полностью лишиться детской площадки в том или ином дворе многоквартирного дома на той или иной территории. Всем понятно, что ремонт детского игрового оборудования сопряжен с ответственностью подрядчика в первую очередь за нормы безопасности, соответствия материалов, сертификаций и тому подобным. Но, наверное, лучше выполнить и эти требования, чем терять одну за другой детские площадки в городе. Впрочем, не все так плохо. Все те же депутаты, идя навстречу пожеланиям граждан, все же находят возможности постепенной замены устаревших игровых комплексов. Пример, площадку, которую мы устанавливали вместе с депутатами городской думы Нечаевым, Ануфриевым на берегу Тверцы недавно тоже посещал. Хотелось бы их сохранять, бережно к ним относиться и все-таки, чтобы выделялись средства на их текущие ремонты и текущее содержание. Ну и еще раз обратиться к нашим горожанам, чтобы мы действительно бережно относились к нашему городскому имуществу. Если же вы недовольны состоянием детской площадки возле дома, звоните в первую очередь в свою управляющую компанию ТСЖ или ЖСК. Вопросы по содержанию детских площадок, не расположенных возле жилых домов, можно задать специалистам отделов благоустройства и жилищно-коммунального комплекса, которые есть в каждом районе города. А что будет с детской площадкой на Затверецком бульваре и какое решение по ремонту или демонтажу примут районные власти, мы расскажем в следующих выпусках новостей.